Как вы считаете, в нашем городе есть проблемы бродячих собак? Есть. А как вы думаете, как нужно с ней бороться? Без понятия. Вот честно, не знаю. И так жалко, и людей вроде жалко. Ну как бы не сталкивался, но видел, что бегают собаки бездомные по мусорникам. Это нехорошо. Как вы думаете, как нужно с ней бороться? Не знаю, просто администрация думает, как с ними бороться, но их на улицах не должно быть. Ну не знаю, отлавливать куда-то, их там усыплять или как. Общество защиты животных «Добрые руки» в Мирном образовалось в 2014 году. Главные участники – волонтеры. Они берут на передержку щенков, котят, взрослых кошек и собак и стараются найти для них хозяев. Другого способа избавить город от беспризорных животных, не усыпляя их, нет. В первую очередь мы занимаемся регистрацией. Мы хотим официально свое общество зарегистрировать, чтобы на нас не смотрели, как на добровольцев таких. Хотим, чтобы все это было официально. Ну и помощи, конечно, бы хотелось. Хотелось бы приют открыть. На Западе проблему бездомных животных решили. Их отлавливают, стерилизуют и устанавливают специальные чипы. За выброшенную на улицу котенка или щенка хозяину грозит большой штраф. Кроме того, там нельзя свободно приобрести животное на рынке или в магазине. О нехватке в Мирном пункте временной передержки для бездомных животных говорили давно. И, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас определили территорию, определяем сейчас оборудование совместно с ветеринарией, потому что ветеринарии тоже там будут участвовать. Они должны будут там их оперировать, стерилизовать. Потом пункт передержки мы планируем сделать на 24 вольера в этом году ограждения. И закупить мобильные модули для того, чтобы там не строится оружение. И вот эти модуля, они будут у нас отапливаемы, там будет тепло. Их приспособить под хозяйственные бытовые помещения. Ситуация, конечно, вряд ли станет лучше с появлением пункта передержки. Но, по крайней мере, мы могли бы помочь большему числу животных. А пока животные, которые ждут своих новых хозяев, находятся вот в таком временном приюте. Михаил Гончаров, Тимур Ширыжик, телеканал «Алмазный край».